В Петропавловске выставлены на продажу сразу три памятника архитектуры и истории. Здание находится в частном владении. На знаменитый дом невесты, принадлежащий Духовному управлению мусульман Казахстана, местные власти планируют выкупить. О судьбе уникальных и исторических важных объектов Петропавловска в нашем материале. Это здание, именуемое Петропавловцами как дом невесты, построено в конце 19 века. Согласно легенде, для возведения дома купец пригласил итальянского архитектора, который при строительстве удачно совместил элементы барокко и модерно. Строение отличается симметрией фасада и наличием двух каминов внутри. Окутанный легендами дом купца Янгуразова обещали полностью реконструировать еще в 2013 году. Восстановить уникальное архитектурное сооружение планировали за 61 миллион тенге республиканских средств. Однако уникальное здание, каменное на вид, на деле деревянное, требует капитального ремонта. Такие дома строились где-то в таких крупных городах, как Москва, Петербург и так далее. То есть это небольшой осколочек от архитектурной истории в нашем городе. Надо прежде всего иметь в виду, насколько возможны реставрационные работы. И вот реставрационные работы должны проводиться в соответствии, скажем, и с нашим законодательством, и приближая, скажем, максимально, чтобы передавать архитектуру, скажем, облик того, первоначальный облик того, как он был построен, насколько это, конечно, возможно. Местные власти планируют выкупить у владельца дом невесты и провести долгожданную реконструкцию. Между тем, на сайтах объявлений появились предложения о продаже трех зданий, занесенных в список архитектурных памятников региона. Представители Управления культуры убеждены, что смена владельцев спасает и продлевает жизнь ценных и значимых для истории зданиям. Собственники подписывают с нами охранные обязательства. В рамках охранных обязательств там им оговаривается, что они имеют право делать, что не имеют право, как они должны охранять, какие виды работы они имеют право проводить. То есть просто так, чтобы какая-то любая строительная фирма пришла, они уже не имеют права нанимать эту фирму. Должны быть фирмы, имеющие специализированную лицензию на проведение научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры. Всего в областном центре 64 здания памятников, из них 47 в частном владении. Сегодня украшают своей архитектурой вековой давности с наведенным современным лоском большинство из них. Список таковых скоро пополнит и дом купца Шамсуддинова, прозванный местными жителями за живописные руины Петропавловским Колизеем. В 1913 году его строили как будущий торговый дом. Однако в годы Второй мировой войны он стал госпиталем. Немногим ранее здесь работали общественные и партийные организации. Впоследование стало корпусом, расположенной рядом больницы. Однако в годы независимости Казахстана исторический памятник буквально превратился в руины. Но теперь это здание сменило владельца. Стены ожили, фасад восстановлен и вскоре здесь, как и планировалось 100 лет назад, будет крупный торговый центр.